И еще в мае начнется проработать жизнь. говорят что что-то невозможно 55 дней назад я рассказывал о понтонах о том как я буду строить этот корабль а сейчас понтоны держит крышу корабля house вот пошли смотреть значит как и обещал я поставил столешницу сделал кухню поставил печку поставил полочки холодильник мойку но еще не сделал кран а теперь обо всем поподробнее что за печь а печечка не просто печечка она значит имеет две комфор очки автоматически зажигается пламя правда зажигается со второго раза а еще есть духовочка газовая на газу выработает вот так а еще здесь есть вот такие вот штуки чтобы не задувало пламя или чтобы жизнь не летел я не знаю короче такая вот печь а теперь идем дальше значит я сделал полочки ну полочках ничего нету особенного тут все гораздо проще значит это просто фанера восьмерка или десятка не помню а на столешницу я использовал фанеру влагостойку так что вот так вот а здесь вот просто фанера его покрасил вот этим нашим дерево защитной этой штукой все вот такая вот штука просто прикрутил приклепал вот так но зато у меня есть более интересная вещь она вот это холодильник холодильник собственного производства холодильник который работает собственного производства значит так открывать вот такая дверца на чем я тут есть ну как всегда колбаса сыр о литовский сыр настоящих презервативы откуда у меня холодильники презервативы значит рассказываю про холодильник дальше как я его делал это уже наше старое творение давным-давно я его делал но он не нашел применение и он сделан из вот этой полиуретановой пены вот этого полиуретановая вот это пена которую мы с которой мы строили дом а внизу у него есть терморегулятор вода это вот терморегулятор какую хочешь температуру выставишь он будет отключаться туда заходит этот сам датчик вот это дело просто подключено запенено все давным-давно я купил холодильник который вот эти вот ящик холодильник до 12 вольт который для машины вставляешь и поехал он охлаждает и взял от него вот эту вот штуку которая сама морозит сделал ящик вот что морозит значит здесь крутится вентилятор он охлаждает вот эту вот пластинку эта пластинка нагревается а с другой стороны такая же стоит пластинка но она охлаждается и там тоже по идее должен крутиться вентилятор но я его убрал чтобы разгонять холодный воздух и вот получается с одной стороны эта пластинка горячая а с другой стороны она завершая а вот как она выглядит внутри эта пластинка вот она во льду замерзшая вы видите лед ну и закрыл я это все дело еще что было там теплее смысле холоднее чтоб тепло и залятое было вот так короче вот такая получилась кухня ну еще не получилось еще надо доделать до конца но сам факт уже движется а с этой стороны я сделал компьютерный стол ну вернее стол для компьютера короче вот такая вот получилась штука тоже из фанеры брусок фанера и все не хватает только компьютера как компьютер туда раз два и все можно работать теперь можно опять творить и радовать вас только нету еще электричество люблю я это дело подошел компьютеру взял мышку альтуру и что-нибудь споргавил и зрителю интересно вот как сейчас стол стол стулья можете кушать только еду придется готовить самому самому У нас на приготовление еды времени нет, поэтому делаем все быстро. Почему-то всегда зажигается со второго раза кастрюля, гуляш. Все, суп гуляш из банки уже готов. Все, кушаем. Ну что, иду кушать. Кушать надо быстро, потому что делов много. Надо в Марсель ехать. Наелся. Сейчас мы в диванчик. Да что я так не сделал 55 дней назад? Сейчас бы так бах и все, и хаусбот был бы готов. Что я строил эти 55 дней? Сразу бах! Хаусбот хочу. Хочу в Марсель. В Марселе. Волшебство. Да нет, так нельзя. А то вся так жизнь пролетит. Идем, что покажу дальше. Ну куда же еще может пойти человек? После того, когда на камбузе приготовил еду. В столовой покушал. В зале на диване посидел. Конечно в гальюн. Пойдем в гальюн. Да что бы знали вы. На корабле гальюн. Мужчины по маленькому ходят сидя, как и девочки. А как ты попадешь иначе, если все время шатает? Нельзя доверять. Нельзя доверять своим органам. Надо доверять равновесию. Так что все. Значит что из себя представляет биотуалет в моем корабле? Значит он состоит из двух баков. Один бак наверху это вода. Которая смывает. А второй бак внизу. 21 литр. Который накапливается. Это накопительное. В принципе его можно выливать в природу. Потому что используем химикат зеленый. Вот если зеленая крышка и зеленый химикат. То его можно выливать в природу. А если синий. Синяя крышка и синий химикат. То его можно выливать только в канализацию. Ну у нас канализации естественно же тут нет. Значит наверх мы используем вот такую вот штуку. Что делает верхняя жидкость? Это по сути мыло. Которое просто смачивает вот это все содержимое. Чтобы какашка легко достигла дна. Прокатилась так сказать. Не оставила следов. Когда надо вылить делаешь так. Разворачиваешь. Поднимаешь крышку. Снимаешь верхний полный банк. А нижний вот через вот эту штуку. Открываешь. И сливаешь. Мы сейчас закроем. Ставим обратно. Все. И банковница. Поэтому перед тем как ты что-либо собираешься делать. Надо. Смочить. Открываешь бак. Делаешь свои дела. Опять смываешь. Закрываешь бак. И. В каюту. И в этот волшебный день. Покачивает корабль. Качает. Это тебе не в палатке на твердой земле спать. Это здесь где шатает. Так что можно спать. И смотреть сны о Марселе. ��안ыц. Кстати, у нас появился свет. Цвет. Но это. В следующей серии. ПРОИТЬ СОЛЕДУШНет, ОЛОДИКРЫМ ТОН ЭКЕНИЗОН, ОТРА.